Драгоценные истины Драгоценные истины Драгоценные истины Я зачитаю прямо из своей книги «Драгоценные истины» Это слово означает «подвергать испытанию» Оно описывает процесс испытания объекта с целью определения Так ли хорошо его качество, как об этом говорят Например, если вы слышите, что некий продукт лучший в своей категории Вам захочется его попробовать, чтобы узнать, на самом ли деле он так хорош Именно это и подразумевается в послании к евреям 3.9 словах «Где искушали меня отцы ваши» Моисей объявил о Божьем благоволении к израильскому народу Он провозгласил, что Бог позаботится о них и обеспечит их И Бог ни разу не подвел израильтян Но выполнил все, что Моисей обещал им Бог сказал «Ваши отцы проверяли меня, как проверяют качество продукта И они испытали меня» Испытали по-гречески «докемадзо» Это слово описывает что-то, что было испытано, было найдено истинным, подлинным, надежным Израильтяне не только слышали о Божьем благоволении Да, они слышали о Божьих обетованиях Слышали много чудесных, замечательных слов о Божьей благости Но потом они испытали Бога И убедились в Его истинности Бог показал им себя Вновь и вновь Бог демонстрировал им свои качества Он доказывал, что все, что заявлял о Нем Моисей, является истиной Он обеспечил их водой в пустыне Давал манну каждое утро Мясо, которое падало с небес, к их ногам Снова и снова Бог доказывал, доказывал и еще раз доказывал Что все сказанное о Нем было абсолютной истиной Поэтому далее написано, что они увидели Его дела Видеть означает смотреть, воспринимать, осознавать, понимать, переживать У них не осталось вопросов Бог благоволил к ним Этого невозможно было не заметить и не признать Но вот что удивительно После того, как Бог все это сделал После того, как Он на деле подтвердил свои слова После того, как Бог вновь и вновь доказывал им свою верность И они многократно видели это в течение сорока лет Они, как говорит Библия Ожесточили свои сердца Вы можете настолько привыкнуть к Божьей благодати Что перестанете ценить ее Представьте себе воду Струящуюся из камня Разве это не чудо? Но если это происходит каждый день То люди начинают расценивать это как само собой разумеющееся Манна, появляющаяся на Земле каждое утро Становится обыденностью Не удивляют даже перепела Вдруг прилетевшие в пустыню Перепела не обитает в пустынях Простые математические вычисления дают нам цифру 90 миллионов 90 миллионов перепелов 90 миллионов перепелов Только представьте это Они прилетели и падали у их ног Смотрите, мясо с небес Бог был так благ к ним Они перестали ценить ее в доброту Ожесточили свои сердца И из-за этого не смогли войти в землю обетованную Если вам хочется пожаловаться, подумайте вот о чем Бог был очень добр ко мне Я мог быть сейчас совсем в другом месте Бог обеспечивал меня На моем столе есть пища У меня есть друзья Возможно, все могло бы быть и лучше Но правда в том, что моя жизнь гораздо лучше, чем жизнь многих людей Вы испытали Бога Он много раз подтверждал свою заботу о вас Вы видели Его дела Не допустите, чтобы ваше сердце ожесточилось Вам нужно поднять руки к небесам со словами Господи, прости меня за то, что я был неблагодарным Господь Иисус, я благодарю Тебя за Твою доброту ко мне Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова